Пойдем давайте по городу и будем всем людям рассказывать какую-нибудь выдуманную глупость. Просто сейчас придумаем глупость, что у нас в сердце наносили человека, он здесь у нас воскрес. Да, и стал он живой. Как же бы этому люди поверили? Они прежде всего пришли и сказали, что видел. И каждого допросили. Спросили бы одного, допустим, он договорился, да, сказал бы, где человек, как звали, кто, сказали бы, покажи ему, того человека. Да тут бы такой стыд, позор был. Монентально бы все выяснилось. Нет этого человека. Где он? Что ты? И люди бы обозорились за свою ложь. Каким бы образом могли апостолы идти и доказывать, где мы видим их лугунами, в чем они все обманывают. Где в Писании хоть один апостол и правду про тебя сказал. Они про свои недостатки, отреклись. Что ты сделаешь? Все пишут только одну правду. И вдруг эти апостолы, у которых простота, правда, искренность и все показано, как оно есть. И вдруг они стали совсем какими-то другими. Чего разница? Объясни тогда. Какой разница позже? Бросили они свое ответственность, оставили свои семьи, оставили своих детей и пошли мотаться по всему белому свету. Да вот мы, люди, верующие, называемые верующими. Веруем мы в Царство Божие. Веруем. Веруем мы в Иисуса Христа, Сына Божьего. А ведь вот по этой вере нашей нам необходимо идти к людям, проповедовать, говорить им. Нам необходимо идти к соседу, рассказывать о Господе. Сильно нас достали, да? Но сильно достали. Сколько один из нас, вот поехал куда-нибудь, в другой город, чтобы проповедовать о Господе, в другую деревню, чтобы найти их и им рассказать о Господе. Да каждый, да каждый. Да у меня, желаю, я некогда. Да большинство из вас, пиратого странно вечером, не пришли на службу. И то вам трудно. Не апостолам, хоть и день свободный. Чего ради апостолам было идти, если бы сказать, что они не видели воскресшего Господа и пошли о нем проповедовать. Это же никаким образом объяснить невозможно. То, что мы видели, знали, то, о чем мы просим, убеждаем, и то люди еще много-много подумают сразу, да скажут, да ладно, пусть люди сами как-нибудь, а я не буду свидетелем. А вот апостолы Божьи, смотрите, все они пошли, и вот приезжают сейчас, и вот они, люди, по всей стороне ходят, и вот приходят, находят место, где-то Господь молился, где-то Господь страдал, в этом вот месте Господь вознесся. Каждый местечко, на каждом месте, где он жил, поставлен храм, монастырь какой-нибудь, построено место, как отмеченное оно, приезжаем мы в другое место, даже здесь, у нас, на Каскарте, и говорят, вот это все, апостолы Симона-Кономита. Да, и больше не все, по всему миру, не скажут, из сферы апостола Симона-Кономита. Ну, если нету ее, как ее придумать? Никак, только так. Если приезжают в Александрию, видите, и вот здесь у нас вот лежат, останьки апостола Марта, больше нигде не скажут. Ну, что бы вы сейчас сказали, у нас вот лежит апостол Марта, так сказали, где, как, вот тебе ничего-то не докажут. Если вы приезжаете в город Киев, вам прямо понравилось, лежите в море, где-то великомученица Варвара, но никаким образом мы не можем сейчас у нас подставить, вот у нас великомученица Варвара. Дихо, да каким образом, каждый голос, Рим показывает и говорит, у них пострадали все, апостолы, Павел, Индия показывает и говорит, они начали веру от апостола Фомы, так ведь выходит теперь какая-то штука-то получилась. Все народы, Индия, Египтяни, Римляне, все-все страны, Малые Азии, и все говорили с народом выдумать такую историю, что у них был то апостол Фоман, то апостол Феон, то апостол Феон, то апостол Март, то Лука, везде. И все сговорились в одно время, в первом вере, в нашей вере, в то время, именно когда он жил Господь, после Ханфили Пилата, и все стали вот строить свои храмы там, организовались у них свои общины, стали в катакомбах собираться, стали делать свои этих апостолов страны, их книги появились, такая, я понимаю, не получилась штука такая, говорили все народы, а, говорит, неверующий, ничего не было. Сел один какой-то умный, говорит, человек, написал все Евангелие, все народы стали верить. Да каким же образом они стали верить-то? Что это за фантазия? Вы это-то веришь ты как? Вот, родные мои, что чудесно это в мире. Люди не верят истории, а истории девать некуда. Куда же берешь римские катакомбы? Куда уберешь из Рима Коризеев, где лучники апостола страдают? Куда уберешь из Рима Коризеев? Куда же прячешь все это и голову Крестителя, и руку его? Куда же за истребительные места, где родился Господь, где он пострадал? Нет, невозможно. А потому-то, родные мои, им невозможно уничтожить христианство. Никогда. Никакой силы. Это уже все было попробовано. Все, что только можно использовать для того, чтобы уничтожить данное название христианства, все было сделано. Сжигались Библии, Евангелии, уничтожались храмы. Физически истреблялись верующие. Иногда истреблялись так, что целые поколения народа верующих уничтожались. Люди предсказывали и явно говорили, вот скоро забудется Библия. Люди не будут даже говорить о ней, только где-нибудь вспоминать ученые о каких-то библиотеках. Все предсказывали, строились планы, а все разрушалось, как будто бы это детские игры были. Почему? Христос – это не человек. Это Бог. Бога-человек. А Бога-человек, Его учение, оно от Бога. И как сказал Господь, иди все, проповедуйте всем людям, чтобы призывайте их к покаянию, чтобы люди все услышали эту проповедь о Мне. Проповедуйте им царство небесное. И кто услышит, уверует, спасен будет. Вера у верующих ничем не победима. И поэтому, сколько ни веря, ни пытаясь, все это истребить на красные попытки. И вот вы, верующие люди, все это так-то старайтесь по возможности осознать чудо, всемирное чудо, воскресший Господь. Он посылает апостолов, и они, укрепленные Его духовной силой, благодатью Божией, идут против всего мира. Идут против всех врагов, проповедуясь и верой Своей, призывают людей ко спасению. Долг каждого из нас проповедовать, свидетельствовать о Господе и призывать людей к покаянию. Как теперь многие христиане настолько ослабили свою идею, что они даже в своем кругу, в домашнем своем, среди своих родных, и здесь даже не свидетельствуют о воскресном Христе. Ведь это преступление, это такой подробный, который может засвидетельствовать против нас. И так сильно, что мы на страстном суде будем обречены на вечную победу. Достаточно этого одного. Мы будем говорить, да я верный, я читал Евангелие, я молил, я ходил, я праздновал все праздники, я пречислялся. Но против нас будет свидетельство другое. Ты не верный или ты эгоист. Ты только лично для себя веровал во Христа. Не Христос не сказал, истите по всему миру. Проповедуйте Евангелие здесь, ваше. Не он ли поручил верующему? Свидетельствовать о нем, что он воскрес. Какая стаж вера твоя, если ты не призывал вечному блаженству в царство Божьему другого человека? Если ты в царство Божьего хотел один войти, а другого не призывал? Вот это страшное против нас обвинение, в котором грозь, погибель многих людей. И Господь за нас холодно, за наше маловерие, попускает такие страшные бедствия, такие ужасающие события, гибель людей многих, чтобы мы вразумили, что ничем нельзя исправить эти бедствия, как только тем, что мы должны следительствовать о воскресении Христа. Но на самом деле, разве теперь люди не спробовали всего, всего, чем бы только можно было, порог и действие, всякое бедствие переменить, переменить, и чтобы люди были честные, справедливые, добрые. Все это на праздник. Чем дальше, тем хуже. И к концу люди совсем будут такими страстными, что уже любви нигде не будет. Чем возвратить можно сердца отцов к детям, отец, чтобы мы проповедовали о воскресенном Христе? Единственное учение на земле, единственное проповедь, где встает человек и проповедует во имя воскресшего Иисуса Христа, царство любви на земле, проповедует правду, добро, истину, освободение от греха. Послушайте вы все кругом, читайте все, что пишется, нигде не говорится о грехе. Где говорится, чтобы, говорили, избегал греха? Чтобы он боялся порока, нечистоты, чтобы он думал о том, чтобы его душа была чистая. Где? Нету. Замолкла. Где говорится о блаженстве, о счастье? Нигде. И вот об этом-то надо говорить. Вы думаете, апостолы, когда пришли, то их что, встречали? Люди, которые готовы были слушать о небе? Нет. Это были люди пасцы, пьяницы. Это люди были, которые от головы в чужое настили. Но на душе-то успех всегда, совесть-то маленько есть там. И когда они прямо им говорили, мы проповедуем о грехах, о освобождении человека от этих грехов, проповедуем, что ты можешь в покаянии найти другую жизнь, счастье твое, когда совесть ты свою очистить от мертвенных дел, которые тебя будут. и некоторые люди обращались и слушали. И теперь тоже самые родные мои, только мы другие знаем. Вот недалекая история, не сто лет назад, вчерашний день, вчерашний день, как вы провели его, сами подумайте, спросите себя, кому вы засвидетельствовали радость, мироносыцами вы являетесь. Вчера ночью услышали о воскресшем Господе. Радость наполнила сердце. Мироносыцы пошли, побежали в свидетельство. Кому вы засвидетельствовали? Теперь вчера здесь радость. Никого нет. И было несколько человек, кем пришли молодые наши христиане, три-четыре человека. И что вы думаете? Наверное, триста, четыреста человек пришло молодежь. Целый день шли в храм. Целый день. Часов восьми, девяти как начали, и слили, 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 вечерняя служба стояла, пол храма молодых было, а нас их не было. Так что, когда мы выходили, Христос вы что-то если они готовы были, они не так же настроились, молчания, и маленькая грустка старушицы отвезала во истинное воскресенье. А вот весь день два молодежи, и три-два человека здесь, наши, христиане, им свидетельство уля Христе. Все время им рассказывали, говорили, как Господь пострадал, как Господь умер на Христе за грехи, как Господь воскрес измерзл, как они живут теперь в этом греховном мире и расплении, какие у них идеалы, и некоторые из них нам потом говорили даже, плацали, стояли, другие хотевши в листовую расплакались, слезы спускаются, были, которые встречались и спросили и говорили, ничего этого не было, но большинство останавливали и говорили, мы послушаем. И были, наверное, такие, которые домой вернутся и будут теперь и в Каз Евангелие спрашивать, чтобы почитать его самим и познакомиться с Иисусом Христом. А мы так горевали, где же наши соцсерковные почему они-то не торопятся, если дома не могут они даже свидетельствуют, стоят, да сюда бы пришли. Нет, у нас не дотъется, чтобы человек пришел, на службу еще некоторые придут, отстоят, но какая-то радость, выслушали, пошли, а чтобы потом между службой помочь нам даже батюшкам, которые ну мы же не в силах родные мои, не в силах мы постоянно нет помощников. А сколько мы об этом вас спросим, сколько уговариваем всегда и перед Пасхой говорили, верующие, приходите, дежурьте с нами, всю субботу, все воскресенье, теперь говорим, запасхальные недели нет родных, только служба окончилась и плащеница стоит, нет кому посчитать, только что и побежали, если конечно при таком отношении у нас делу Божьему далеко то не пойдет проповедь, она ведь сомкнется на ком? На вас, но если она сомкнется на люди, которые мертвые в душе, то все тогда это могила, ведь мы когда проповедуем и говорим, что мы к тому призываем, чтобы вы приняли эту проповедь и дальше излучали ее, но если вы ее как сердце в могиле темной похоронили, закрыли свои уста, то тогда нам прекратить необходимо проповедь, мы тогда боимся, что она вам уже надоест эта проповедь и она смысл потеряет, потому что тот человек, который уверовал во Христа, другого не будет и векистового, лучше было бы ему совсем самому неверовать, потому что он тогда никто иной, как мрачная могила и сам он как похоронный какой-то служитель, он истину зерно бодрое взял и скрыл в землю талант этот, не умножил его, и худо будет этому человеку, а ведь мы вас призываем к чему, вы не работаете свидетели, не можете вы дома приходить в храм, учитесь, слушающих здесь, по крайней мере по первое время, пусть даже месяц, два, три, когда остаются наши здесь мыли, помостники наши, и приходят люди новые, мы начинаем им свидетельствовать, что дядь, что только действительно думает, для Господа Бога послужить, он должен подойти внимательно и прислушиваться, как говорят о Господе, как людей убеждают, как свидетельствуют, чтобы постепенно приучаться потом и самому, а ведь что получается, спросит верующего, а он ничего ответить не может, как ты молишься, а отстань от меня, отстань, вот у него ответ, иди молись Богу, ты присылся, а что и молись, слушай его, есть его ответ, да слушай, кого слушать, как молиться, если он не знает, ведь надо прежде всего, ему первое зерно дать, самое главное, а самое главное, здесь все в этом крае, в службе нашей, в Евангелии, в вере, в жизни, самое главное, это одно и один, это Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира, Спаситель грешников, который от греха освобождает, который, если только кто уверен в него, сердце у человека живет, да под каждому, который пришел человек, ты прежде всего в России скажи, ты знаешь ли о Иисусе Христе, о Сыне Божьем, о Спасителе, ты знаешь ли о нем, как он жил, когда он умер, он вред, если нет, зачем ему много рассказывать о другом, ему непонятно будет ничто, как он может что-нибудь понять, когда он не знает самого основания, так вот, родные мои, сегодня, вспоминая святых апостолов, я еще вас прошу, потому что ведь нам может быть Бог оставил немного жизненько, но никто не знает, ни один человек не скажет, сколько будет Земля существовать, может она еще стоя будет существовать, но признаки это такие, что мы наблюдаем и думаем, уже все Иваново неисполняется, уже и много осталось неисполненного, что предсказал Господь, уже и евреи собираются, уже и государства есть, уже и свой храм готовятся строить, уже и средства собираются, а в Евангелии сказано, когда они соберутся, когда они снова будут храм строить, то придет Казаньский Христ, уже время приближается, народы все, проповеданы в Евангелии прибыли Христа, и уже начинается отречение от Христа. Это все предсказано, значит, уже Господь, наверное, близко призверяется. Нам надо спешить, сейчас Господь отобленно, обильно благословляет проповедь Евангельскую, и сейчас, как никогда среди наших людей обращаются люди к Богу. Почему? А потому, что Господь сейчас избивает Свою благодать. Но кто участвует в ней? Кто? Как мало мы видим участвует наших христиан, больше участвуют люди и на верхнем, люди, которые мы называем спектантами. Вот у них усердие, старание, у них проповедь, движение, там идет, там старушка каждое старается другую старушку обратить, там старается замедельничать, а православное спит и думает на подушках, на теризм, ехать в старство Божие. Думает так, а пойдут и на обиде подскорбят, а от нее как бы. Боится она что отскорбление обиду, она это ей помешает, а не будет отскорблений, не будет обид, не будет свидетельства, не будет награды и винта. Апостолы за что прославлялись? За то, что они спали дома у себя, за то, что они только занимались своими домашними делами, да где мы когда вспоминаем свои дела? Единственное, что мы знаем, они рыбаки были, Евангелие говорит, рыбак, рыбаки. А больше ничего про их домашние дела, никого это не интересует. А вот как они ходили, в какой город ходили, апостолы все описали, как их встречали, как они проповедовали, как они служили, как они терпеть веке и закрохают Господь. Все это проповедует. Вот, родные мои, что ценно для нас. И может быть, если вот вы и так мое слово все-таки примете в сердце, если все-таки сила Божия вас клонит и победит силу сатаны, который удерживает слово Божие, ибо он удерживает, чтобы оно не сеялось, оно чтобы истреблялось, то я думаю, что за год в моей жизни, даже последний, каждый из вас, хотя бы одному, двум человекам, проповедовать будете Господа Христа Спасителя. Если кому дан талант больше, больше свидетельствуй. Если кому дан талант меньше, выбери хоть одного человека, ему свидетельствуй, говори, призывай его, склоняй его к тому, чтобы он пошел в храм Божий, склоняй его послушать Евангелие, склоняй его пойти и спорезаться претеститься, все, что мы можем делать по-христианству, иногда прямо может быть человек, не может Христа принять, быстро принять, но постепенно, когда ты день ото дня встречаешься и говоришь ему, даже о том, вот как мы молимся, как мы здесь радуемся в храме, как верующие приходят, какое обновление чувствуют, постепенно в его сердце зажжет тоску, переживание, что у него до этого нету, может быть постепенно ты будешь ему говорить о пустоте его жизни, о пустоте его игры в карте и зрели, и о чем что он занимается, что это не нужно, развенчаясь его идолок и кумиров добавить, что цель у него пустой, умирать он будет в сердце и склонить человека к покаянию. Вот этим, родные, нам надо и заниматься. Сорок дней прославляем мы воскресшего Господа. Хорошо, когда вы приходите сюда, мы этому искренне радуемся, но если бы вы, отсюда уходя от нас, потрудились для Господа воскресшего, да привели сюда в храм Божий вечером, утром, завтра, каждый день приводили бы с тобой еще других послушать о воскресшем Господе, то это было бы для Господа воскресшего, еще бы двойная, тройная радость, и Бонто пришел для грешников, чтобы их спасти. Мы теперь с вами не можем идти в другие страны проповедовать, как это делают многие в другие страны, там ведь люди идут, мы не можем даже ездить куда-то ленивые, но здесь-то в городе своем должны трудиться, чтобы в нашем-то городе обладалось это слово Божие, чтобы люди-то призывались к покаянию, вот родные мои, о чем болит наше сердце, о чем оно скорбит, и о чем мы вчера скорбели, и думали, ну где же наши верующие, и уже бегали по близним верующим, кто рядом живет и бегали, идите скорее, помогайте нам, все открыто в храме, молодежь столбами идет, два человека не успевают посмотреть, где, что, как, объяснять, и вот несколько старушек собрали, рядом живущих, посадили их по храму, только смотрите, чтобы куда они ходили не надо, а тут уж всем объясняли, нету наших людей, думали, верующие придут вечером, нету опять их сейчас отдыхают, да как же нам отдыхать в вечер, тогда Господь воскрес измерзает, и мы должны спешить проповедовать людям о Его воскресении, давайте с сегодняшнего дня будем исправляться, если уже мы не силы вас к этому склонить, то тогда, наверное, надо сказать, может быть, уже тогда и имена этих людей Голубочка, когда ты будешь, вот это и есть начало твоей проповеди, молчишь, не катайся тебя, эта душа, не тревозит тебя, значит, твое сердце уже звертвое, нет в нем в этом сердце, воскресшего Господа, ничем не оправдаемся мы, а Господа такие же были, как мы, простые, неравосцы были такие же, как мы, простые люди, а во всю землю обошли, и всем проповедали о Христе, не беспокойся, родная, что ты не ученый, не знаешь, как свидетельствовать, если сердце твое любит Христа, оно о любимом найдет, слова сказать, а если сердце твое не любит Христа, то тогда тебя и палкой не заставить говорить о нем, о любимом знаешь, как говорить, он самый дорогой, а когда будешь о нем проповедовать, там Господь научит тебя, что сказать, не вы будете говорить, а Дух, а Сам Его, там Господь вложить в нас силу, свидетельствовать, и не наше тело, обратиться человек, уверен, придет, покаясь или отречется, это уже тело Господа, кому Господь даст, тот примет, кому Господь закроет, хотя бы мы тут что ни делали, не откроет, на себе самих это проверить, ведь мы говорим одинаково всем, а вот те, которые воспринимают, а вот видишь, как закрыто сердце, значит, это уже не от нас, а это от Бога, молиться будем Господу, чтобы Он вдохнул на силу, проповедать о Нем, свидетельствовать о Нем, и пусть наш храм, наш дорогой, этот Божий храм, будет местом, где не только мы, а все вы, каждый раз, любовью, свидетельствовать о Нем, и приводите сюда людей, пока Слово Божие здесь громко проповедуется, пока здесь можно слушать Слово Божие, и да поможет нам воскресный Господь в этом святом, благородном, спасительном деле. Христос воскресный! Христос воскресный! Христос воскресный! Давайте помолимся с усердием! Мы, представляя эту встречу, видим, что ученики Господа действительно ни в чем так не нуждались, как в мире. Духа их было расстроенные, немирные, неспокойные, они очень волновались, переживались, и, конечно, при таком внутреннем состоянии они были совершенно не похожи на своего Учителя. «Когда Господь только родился на земле, то первые, что ангелы воспели людям славу, высшив Богу, и на земле мир человеческого благоволения». И вот Господь воскресный снова подтверждает эти слова. И при своей жизни не раз он говорил ученикам и научал их, чтобы они всегда миром шли и приветствовали всех даже в хозяйством «Мир вам!» Но объяснял Господь им, что мир он и отставляет и дает ученикам как благодатное божественное действие, как силу Божию, не такой, какой в мире люди друг другу дают, а особый – небесный. Так вот, какой же это особый мир Христов? Мир внутренний, Божий мир, он состоит как бы из разных отношений по отношению к Богу, по отношению к людям и к самому себе каждого человеку. И вот мир с Богом заключается как раз в том, что Христос, Сын Бога Желаем, пришел к нам враждующим людям с Богом. Вражда людей против Бога – это было грехоподение человеку. Это все наши грехи, пороки, все человеческие беззаконные, неправы. Все это есть нарушение Божьего закона. Жизнь беззаконная, жизнь безбожная, есть борьба против Бога и вражда. Она заключаться может во всем. Начиная от прямой пулы, от прямого неверия против Бога и кончая нарушением любой заповеди Божьей, все это есть нарушение союза с Богом, союз с Богом, мир с Богом. Это есть подчинение добровольным человека или ангелов разумного безчества Богом созданного, подчинения воли своего Творца. Как только ангелы некоторые не стали волю Творца почитать, а спали от него, как тот мир, который они имели, когда служили Богу, потерялись и стали духами злой, нервниче, вражды. И они теперь убийственные враждой хранитматы гибели человеку желают, губят его духовно, нравственно, губят его и физически, всеми способами, потому что, как нам Господь сказал, врач человеку убийца есть, в нем нет истины, он действительно так лет ищет пятого поглотить. А потом, когда он эту свою вражду к Богу вложил в смерть и внушил ему то, не подчиняться Богу, то мир человека с Богом нарушен был. Бог изгнал человека изгнал, проклята была земля, и все стало в мире неспокойно, не мирно, все обрушилось на человека, в душе своей, в совести своей, человек стал не иметь покоя, радости, он чувствовал, что с Богом потерян мир. А тут же сразу не стало не только внутреннего мира у каждого человека, но и по отношению к окружающему миру. Уже начинается братоубийство, Каин убил Агелем. Откуда такое? Иногда сейчас люди склонны объяснять всякие плохие дела человека, это переживки прошлого. Как это легко объясняется? Переживки не боятся, намечают разные сроки, что их не будет, а переживки-то переживают, оказывается, поколение спокойно, и новые не предают. ну ладно, это все сейчас легко объяснять, фантазии человека, она и границ не имеет. А откуда переживки пошли первого убийцы? Каин никогда не слышал об убийстве, никогда не видел, понятия не было у людей, и первая романсы засела своего ферменца, и она за ним увидела первого убийцу, брата и ее сына. Откуда вас? Какими объяснить причинами столь страшную вражду ненависть? Родной брат и так мало, семья еще небольшая, а вот откуда мир с Богом потерял, грех вошел в беде человека, и уже грех сразу нарушает и мир с ближним мир. И не нужно больше смотреть примеры в истории, их больше и очень много. Брат брата, отец детей, дети родителей, муж жену, жена мужа, нет больше ни священного, ни родного, если с Богом нет мира, то нет мира с ближним. Нет мира и в самом себе в человеке, нет мира, говорит от нас церковная молитва, в костях моих, от множества грехов моих, не мостуешь тела, не мостуешь и душа моя. Все пришло в расстройство полное. Вот такое действие принес дьявол, внушив и вложив нас, как бы ужалив нас жалоб греха. Когда это жало проникло в человеческую природу, то оно истребило в нас мир, который имел первый человек, внутренний, полный, гармоничный мир, кругом. Вот этот мир, родные мои, принес на землю Господь. Каким же путем? А прежде всего, Он этого граждующего человека, грешника, примиряет с Богом кровью своей, жертвой своей. Ведь Бог не хотел взирать на грешника. Бог не давал мира человеку. Он не принимал от человека никакой жертвы. Он в союз с ним никак не мог вступить, потому что человек первый нарушил союз с Богом. Он поднял разду. Но предсказал Бог человеку, что семя жены сотрет голову смига. Пусть голову. И Он пришел позже, ему все говорят, Господа видели воскрес Господь. А Пама говорит, нет, пока я его сам не увижу, я не поверю. Так бывает нередко и сейчас. Евангелие ничего не скрывает от нас. Это, казалось бы, недостойное для апостола маловерие его. Или эта деталь, которую теперь проповедует две тысячи лет богем народам об одном из двенадцати, может быть, для самой веры будет чем-то унижением каким. И может быть, лучше было бы, когда евангелисты писали о том, о худом поступке их товарища, апостола, промолчать, к чему эти подробности его личные недостатки. Ведь он потом уверовал, потом Господь явился, и он потом пошел, проповедовал Христа. Так вот иногда человеческая мудрость, когда мы по-человечески думаем, что-нибудь прикрыть, не сказать, и, кажется, нам это лучше повлияет. Удостоверение надо пасами подтверждать воскресение Христова. Нужно говорить только то, что может человека возрождать и вере его привлекать. А тут так, это не кстати, Фома заявляет, а я не буду веровать. Но Слово Божие ни в чем лишнего нам не в любительстве и помыне вере, оно было для нас пообщено для того, чтобы мы знали, апостолы были сами такие же простые, как и темы люди, что они все воспринимали чисто по-человечески, что там не было чего-то такого, чтобы Бог взял и насильно их душу привлек своей благодати, независимо от человека, преобразовал его внутреннее сознание и мировоззрение, что там также требовалось личное участие, личное проявление желания своего, как и во все времена. И неверие помыть, оно только свидетельствует о том, лишний раз, что так и вительна Христос воскрес. И другие апостолы немцы как бы имеют здесь возможности подтвердить это, недалеко как апостол Фомар, который потом, войдя по всей земле, говорит, а я того, ведь я не уверен, я, когда апостолы мне сказали, видевшие, ответ это, и заявил им прямо, что пока сам не увижу, то не буду верить тому. Он требовал себе естественно заказать, показать, чтобы ему Господь раны на руках, чтобы ребро ему самому пальцами пощупать, чтобы убедить, что это тот именно, который на Христе раз тут был, что они видели не какого-нибудь двойника, человека похожего, или, может быть, им причудилось кто-нибудь, а что да, действительно это был Он, который на Христе пригвожден гвоздями, руки и ноги пробиты, и ребро у которого копьем было воинам римским проткнуто. И вот апостолы, это такие же, как мы с вами, нередко не доверяющие люди словам, когда пришли миромошества и сказали Христов во свете, что тот, что по матери пережил, пережили и другие апостолы, они тоже им не поверили, а подумали везде, женщины листом, плакали много, расстроенные, и, наверное, уже душа так перевозана, и память и мысли ничего уже не стали трезво соображать и говорят они эти слова. И то, что сумели, побежали на гроб проверить, так ли как они говорят. И вот первый день мы с вами сегодня празднуем Христово Воскресение. Мы все веруем, что потому, что уже две тысячи лет Христово Церковь нас возвращает об этом событии. Но так, как и тогда было, в этот же день среди нас приходят и особенно видимо из молодых людей, которые сами-то еще своими глазами не видели Христа, не ощущали и не осязали ран Его, и они готовы любого спросить, да нет, да я не могу верить, пока там не убежут в том, плохо это или хорошо. А то, что апостол пережил, то уже значит оно естественно и Христос нас с вами учит, чтобы мы над человеческим неверием никогда не смеялись, чтобы мы люди, которые еще не встретились со Христом и нас, которые вот бывают так спрашивают, чтобы мы этих людей никогда не сталкивались, чтобы мы им свидетельствовали просто, вердечно и искренне о том душевном состоянии и о той вере, которая пережита нами. А Господь, вы говорите по мне, другу своему, мы видели Господа. Он говорит, нет, друзья мои, хотя вы мне и дороги, хотя вы мне и близки, хотя я знаю, что вы всегда во всем справедливы, а все-таки я сам хочу это испытать, не могу поверить вам. Вот такое бывает у людей состояние, нужен долгий, кропотливый путь, пока человек лично подойдет, ведь вопросы веры, они вознее чем все другие вопросы, и они вознее, они более трудные, если во всем другом мы с вами стараемся сами проверить расчупости, стараемся во всем прочитать, то и здесь то же самое требуется от нас, ведь нельзя быть лично многим и многим людям, которые никогда не слышали о Иисусе Христе, которые никогда ничего из отродных своих не видели, которые и в храме не бывают всю жизнь, вдруг чтобы они пришли и стали говорить «Я уверен», это было бы совсем неестественно для человека, такое его легкомыслие, он каждому тогда слову, любому тогда событию, не обдумав, может, веровать. А что требуется? А может быть то, что апостол говорит, пока я не отмежу сразу, пусть верит этого апостола, этого типа людей, которые не передают одному слову другим, это путь более длинный, чем апостолы, которые сразу быстрее могли склониться. Иисус Христос Личность Исторительства О любой Личности, о которой мы с вами слышим, мы также верим в нее, как и в Личности Иисуса Христа под свидетельством. Мы не видели с вами никого из древних великих, ни людей, ни писателей, ни поэтов, ни философов, ни полководцев, но мы сверто верим, что все они действительно реально были, писали, творили, завоевывали. Все это мы воспринимаем тем стареем, тем авторам, которые были в то время и описали о всем том. Так же самое мы воспринимаем все исторические события о жизни, деятельности, труда, учениях и Иисуса Христа, который родился в городе Вифлееме, из которого рождение человеческой истории разделился на две половины. До Христа был мир, который жил, готовился встретить его, который веровал, в том, что придет, спасет от греха нас. И наконец, теперь новый христианский мир, эра христианская. Когда родился он, жил с нами на земле, когда он ходил так же, как мы его стопами своими по земле, когда он своими руками приказался к людям и исцелял их болезни, когда его так же, как вот высвеча меня, толпы народа людей окружали и слушали, которые относились к нему совершенно противо-ресиво. Одни склонялись, другие отрицались, одни не доверялись, а другие следовали за ним. И все было так, как это предполагается вообще у людей. И мы видим дальше, как он, Господь, пострадал на Христе, как он пошел добровольно на Хрест ради наших грехов. Мы видим его теперь в том служении, ради чего он на землю пришел к нам, Бог, Сын Божий, пришел ради каждого из нас человека. Если все другие люди на земле, пришел ради каждого из нас человека, если все другие люди на земле живут для себя самих, или для своих, может, детей, или, может, быть, для близких, что единственный на земле был, жил 1979 лет назад, родился для всех и до него людей, которые жили, и которые при нем были, и которые будут до последнего человека на земле, когда окончится жизнь человеческого рода. Один он для каждого человека пришел, Иисус Христос, Сын Божий. И когда мы читаем Евангелие, то мы начинаем к нему приближаться, мы начинаем понимать его величайшие учения, которые могут перевернуть весь этот грешный мир, всю эту жизнь нашу и подставить все на новую дорогу. И когда мир приходил уже к полному упадку, к развратению, гибели, когда мир шел уже к уничтожению, и люди умные говорили, как дальше будет жизнь, что нас ждет, и говорили, невозможно, больше уже нельзя худшего видеть. Когда они говорили, если Бог не придет, если Он что-нибудь не сделает строжим человечеством, люди их придят друг к другу, и пришел тогда, когда усилилось в человеке болезнь его, внутренние его грехи, тогда пришел к нам Спаситель от грехов, Сын Божий. И каждого нас греха нас спасает. О, это особый способ, особый план, особое действие. Если бы нам кому поручили исправлять людей, мы бы мудрили много, а они бы сказали, больниц надо больше устроить, физику перестраивать людям, надо их изолировать от людей, и там построже их приказывать, да наказывать, чтобы они ожидали от сьянства, от ругани, от здравии, от всех других действий, а иные бы сказали по-третьски в тюрьму его, да там его звонить, чтобы он перестал потом быть злым человеком, а иные прислужили бы более гуманные меры, сказали бы, эй, надо в детстве от своей мамы, в школе, интернате, ясням, развивать в нем особый хищ человека, такой, чтобы можно было говорить, это вот это звучит, это вот такой человек, а когда люди все поперепробовывают, то оказывается, ничего оно не звучит, а только и звучит, когда идет по улице дыма, дружно, не успеет человек закнув на что-нибудь, и тут же у него автоматически вырывается все его воспитание, и родителей, и детей, и все тут у него, не стесняется он, это человеческие способы борьбы со грехом, они никогда не давали у всех, потому что грех на своем пути, как страшная сила, все сметал, он готов был разорить и храмы, и отверлить ледыни, он убивал отца и мать, он не жертвовал ни с тем святым, грех готов уничтожить целые нации, и кажется готовится всю землю стереть огнем, и уничтожить все, что человек делает, грех самого человека приготовил к полному языческому истреблению, чего не хватает человеку, не хватает ему Бога, он умер без него, в душе у него смерть, и дыхание смерти, греха несет в другом опустошение смерть, а все, что мы говорим о жизни, это не больше как подкрашивание детовыми красочками за 30 копеек бесценного образа человека, сколько его не подкрашивай, сколько его не делай, как будто он кратереет, сколько не лидишь перед зеркалом, а все, что остаешься в душе тем же самым, или пустынь, или немножечко что-то имеешь. А вот когда Христос пришел и принес нам новое учение свое, тогда мир трепенулся. Но как он воспринял критика? Он воспринял его не так, как воспринимает все другое на земле. Нам говорят, был там пустын, и вот он учил, был будто, он учил, был другой великий философ, и мы говорим, ну что ж, жил, так жил, хорошо, некоторые, считая лидии, говорят, прекрасно, я буду его учеником, последователем, и образовались целое общество, последователей, но нигде никогда не нашлись общества, которые бы боролись с ними, и которые начали бы войну. Жесть книги конкурсия, жесть книги пусты, унистозащие людей, которые исповедуют их учения, которые придерживают того или другого хороцовского направления, все это к этому естественно относятся. Считайте, пожалуйста, для себя одного пилософа, ты другого, в лучшем случае человек улыбнется и скажет, ну да ты какой-то фантазер, увлекается такими-то такими идеями, высокими, лучше уж пойдем вон в кино с Богом. Но никому в голову не придется бы этого человека взять, казнись, тюрьму бросить. А ведь вы подумайте, что было за Христом, что с Него последует. Чему худого он учил? Кого он призвал к чему-нибудь плохому? Почитайте Евангелие, все его от начала и до конца, от Божьей до конца. Его так счастливо, скурпулесно изучали враги Христа. Они каждую буквочку проверяли. Они хотели найти там какое-нибудь слово, чтобы отменять. Ничего они признали своим авторитетом, что нет лучше учения Христа. Им никогда человек выше этого ничего не даст. И казалось бы, люди должны благоговеренно склониться к Нему и сказать, да, хотя это высокая норма, но она справедливая. Хороши те люди, которые искренне стремятся жить так, как в Евангелии Иуде. Как было бы прекрасно, если бы все люди жили этими высокими идеалами. Это все так естественно предполагается, а исторически это все не так. Сам Христос истинно в пути жизни Он сказал, меня знали, я умираю на кресте, и все, кто за мной пойдут, гамины будут и умрут так, как меня пострадают. И вот апостолы, его ученики, они действительно серые испытали в это, не веря к другому. Они приходят, апостолы, в город, начинают людям говорить, люди, богайтесь, очиститесь от грехов, совесть ваша, просите, проверьте жизнь свою. Люди додумывают, что за странные слова, нигде о том не говорят, везде люди думают, как купить продать, какие-то у них свои интересы, вещи, стрельки, строить, попасть, сеять, забывать, а эти говорят о душе, о совести, о грехах, о том, что надо возрождаться, обновляться и проповедовать какого-то Христа. Интересуются ими, что за Христос? Апостол рассказывает, это наш Учитель, это Сын Божий, от Демона и родился, которого и уверен. Растяне на Христе, который умер и воскрес в третий день. Воскрес? О, это вы рассказываете где-нибудь, мы не настолько глупые люди, чтобы верить таким вашим сказкам, не отвергали их слова, но среди них были и такие, которые от вас вышли, что они интересовались, дайте нас руками нашими под стюхом, злотами, расскажите нам подробнее о всем. И когда они все это слышали, то сердце их тогда понимало и воспринимало. Никак нельзя объяснить словами, как мать любит дитё своё. Никак нельзя сказать, как любит жених невесты его. Это слишком много надо было объяснений давать, слов придумывать, но они легко это чувствуют и как это их знание просто воспринимается. Подобным образом, если кто-то с стороны никогда не любил, не ожидал внимания в дитё и тяну, ему сколько не осталось от этой любви, это будут пустые слова для него. Нет некоторые понятия филотопки, но он никогда их не переживал в сердце, и холодно у него будет от этих слов. Так же и самое когда кто веры не пережил, со Христом лично не встретил, когда он никогда в жизни не читал Евангелие, когда он никогда лично не подумал о своей жизни, что жизнь самая на Христе уже Христом и страданная уже он за меня на Христе умирал и хотел мне новую жизнь дать, чтобы я переменился, что человеку эти слова будут мало понятным, пустым звуком. Вот, родные мои, как сложно все в вопросе верить. Нет, если бы сказали, Христос философ, Христос стихи великий гуманист, который проповедовал людям о любви, все бы его приняли. Это очень прекрасно. Еще один идеал прекрасный, герой. Но когда сказали людям это Господь, это Сын Божий, и сам нельзя сочувствовать или не сочувствовать, но нужно только или его признать своим Богом, веровать в Него или отречься от Него, то люди действительные показали, что они стали воевать против Христа. Да как воевать у Него нету. А вот как воевать был некий Саус, гонитель Христиан. Он первый показал, как воевать против Христа. Немного прошло лет. Он был при Христе сам он жил, но только он был несколько молод и когда Господь уже страдал, он еще юношей заканчивал высшее образование. Он сидел у нот гнижного у жителя Гомарила и по нашему позвонку окончил академию некую и был человеком очень развитым. И когда он узнал о том, что Христа растянет, он умер, но тут горный ходоке пропоредует о нем, что он воскрес, он этому не поверил. И он решил тогда, надо этих людей истребить физически. Они ему почему-то стали искать. Они стали для него на земле ненавистными людьми. и он стал искать, дома ходить, смотреть в деревья, смеющие, хватать в тюрьму водить. И однажды он в поры своей этой деятельности направлялся в один город. И по дороге вот его ветром сильным обиялся, и голосом услышал снега. Сау, Сау, зачем ты меня гонишь? Сау, страшно перепугался, говорит, Господи, кто ты? А он в голос отвечает, я, Иисус, Натальонис, трудно тебе идти против, разнах. Сау, гнал и Христа. Христос уже был убит, воскрес, вознесся на небо, но Бог спрашивает Христос говорит, Сау, да кем ты меня гонишь? Все, что люди делают, посмотрите, когда они бы не веровали просто, то было бы понятно, но когда не веровали, идет разрушать храм, когда он идет сжигать икону, когда пьяный сын говорит, я тебе мать голову отрублю за твоей икону, которой ты молишься, или берет их и топчет и ломаешь, это уже не силовесие, это уже демонское сила, потому что он никогда не схватит ни одного портрета, ни Бузда, ни Конкурса, ни Наполеона, и никто, кто бы не был на земле, человек великий, он скажет, да пусть он летит, но ему мешает Господь, ему крест мешает, и человек идет это разрушать, он борется со Христом, он не... вот отец Амросий, расскажите нам о том, как вас Господь призвал на служение к церкви, в каком возрасте вы почувствовали, что Дух Божий касается вашего сердца, и вы поняли, что это не от себя у вас желание, а именно Господь призывает вас, поделитесь опытом. Могу сказать, у матери моей было семь детей, я был самый последний, родом из Алтайского края, отца в 41-м году забрали на войну, два года я остался, мать верумела, но до 47-го года, начиная с 38-го, все время войны мать почти находил страданиях, чуть с голоду все не умерли, так вот из колхоза в колхоз переезжали и добрались до города, города Алейска, денег не было, никаких средств для постройки, дали участок земли, где-то случайно нашли лопату, пять горбалей, выкопали яму, закрыли ее горбалями, завалили ботвой, землей, на живот ложись и опускайся в эту яму, так мы в ней жили, а мать сама строила землянку, выкопали яму глубокую, рельсы нашли вместо матки, все было глиняное, так вот мы жили до 53 года в городе Алейске, хлеба не было, до 47 года я его не видел, но вот любую к Богу у меня было с детства, мать ходила в церковь и меня водила, в 7 лет я был не крещен, но богослужение мне нравилось, и вот первое, что сейчас до сегодняшнего дня я помню, в день Рождества Христова я сидел на лестницах и все богослужения мне нравилось Рождественское, и я дал Богу обещание, когда вырасту, где бы я ни был, но я должен верить в Бога, потому что я, будучи не крещеный, почувствовал благодать Божию, в душе мир и радость. Было такое, что идти в церковь было далеко, километра два, так что приходилось через болото проходить, а одежды у нас не было, так что приходилось только босиком бегать в трусиках, а когда рваные штанишки одевали, так что в церковь любил ходить. Видел, как у священника Цапина Городорейска на вход малый и большой выходили дети в стихарях, это мне нравилось, и вот я набрался смелости после службы, когда отец Пимен давал крест, я подошел к нему и сказал, батюшка, а мне хочется ходить вот так, как эти ребята. Он посмотрел на мои грязные ноги, рваную одежду и спрашивал, а сколько тебе лет? я висел в тысячи маленький. Когда подрастешь, Господь исполнит твое желание. И вот это желание Господь исполнил через 20 лет. Когда епископа Ювеналия нынешний митрополит посвятили, то и под дьяконом я был у него три года. Господь исполнил мое желание. В церковь я ходил, но был не крещен. И постоянно мать просил, чтобы меня перекрестили. И моя старшая сестра на три года также просила, чтобы перекрестили. Денег не было, и батюшка бесплатно согласился перекрести у нас. Потом переехали в другой город. Окончил школу, занялся спортом. Спорт в моей жизни в какой-то мере принес пользу. Физически я развился, потому что от голода, когда мне было 13-14 лет, я был худой, видно были одни только ребра. Мальчику 7 лет, он был толще, чем я. и когда стал уже питаться, все равно я был худой. И когда стал спортом заниматься, боксом, то расправились плечи, мышцы наросли, и принял вид уже нормального человека. И этот спорт, он не пригодился во многом, потому что пить нельзя водку, курить нельзя, с женщинами заниматься нельзя, то есть этот спорт удерживал от многого. Даже когда в армии приходилось быть, то нужно было бы себе категорию держать, где-то 60 килограмм, а мне рост метра 71, и мне тяжело было удерживаться в этой категории весовой. Приходилось так, что 6 месяцев воды не брать в рот, и питаться очень скромно, чтобы удерживать этот вес. Это меня приучило к посту к воздержанию. Господь меня никогда не оставлял, поскольку я сказал еще в 9-7 лет, что где бы я ни был, что бы со мной ни случилось, я должен верить, что Господь есть. Самый главный момент в моей жизни, когда полностью я уже обратился к Богу. Это было в 61-м году, когда из армии пришел в 60-м году. В церковь я ходил, ходил редко, в месяц раз. Спортом еще занимался, и вот настал момент самый интересный. Мат рассказывал мне о Боге, и немного читал Евангелие. И вот однажды прихожу с работы вечером, мать готовила ужин, говорю, немного подожди, лег я на диван, руки, заложил за спину и думаю, какая может быть у человека душа, где это душа. Ну, тело, я знаю, это оно, есть у меня. А где душа? И мигом в это время оказался в поле. И иду дорожкой, как с работы обычно ходил, в вечернее время, да вот чудо, сейчас только я лежал на диване и вдруг оказался в поле идущем. Руки очищал, да, иду, это я действительно. и в то же время лежу на диване и тоже чувствовал, ну, я сейчас на диване иду здесь. Раздвоился там и тут. Вижу свой дом, поворачиваю, это зимой иду по снегу, подхожу к дому, беру за ручку двери и в это время лежу и очищаю свои руки. Думаю, как так? Вот ручка, вот я здесь на диване лежу. Захожу, осню себя крестным знаменем, и в то же время лежу на диване. Приложившись к уконе Бога Матери, думаю, вот я прикладываюсь к ней, целую, и в то же время здесь лежу. В этом Господь мне показал, что как душа может раздваиваться, то есть отделяться от тела. с этого момента я уверовал, что есть душа, а если есть душа, значит есть Бог. И самый такой решающий момент богообращения это было так. Однажды под Пасху утром нужно было пойти в церковь, я пришел с работы и видел видение такое. Здесь святой угол у нас, внизу между досками вижу щель. Посмотрел в нее, вижу шахту. Думаю, воскресный день никого не должно быть, а там кто-то идет светиться. И меня взял страх, думаю, это злая сила. Эта сила приближалась. И такой навел на меня страх, что я взял с иконы святую воду, пузырек, и ринул на эту щель. И произошел взрыв. Смотрю, стол стоит на столе, лист бумаги и большие черные лапы. Я водой святой говорю, во имя Отца и Сына Святого Духа обрызнул. И эти следы мигом из стол уничтожились. Тогда злая сила как лев невидимо рыгает на меня и бросается. Я крестом осеняю во имя Отца и Сына Святого Духа. С другой стороны встреч, я все крестом осеняю. схватил стул и бросил. Уже дошел до крайности. И увидел в углу весь сияющий четырех лет пяти в белой рубашке сидел Христос. Вообще не касаясь пола. Я упал к нему ноги и он вытянул ножки, их поцеловал, он обнял меня рукой и сказал к Нинке не ходи. Она нехорошая. Там девушка была. Я спрашиваю Володя хороший? Сосед. Хороший. А там Мария хорошая? Хорошая. И вот этот самый главный момент я видел Христа. Христа живого. И это не забудется мне до самой смерти. Это был центральный переворот в моей жизни. А потом уже началось другое. Господь для того, чтобы закалить душу, давал шпоры. Стал ходить в церковь постоянно. И в это время, время было хрущевское, Ильичев выступил, что религию надо с корнем вырывать. и по всем поселкам, по городу, везде в клубах читались атеистические лекции. И поскольку я один ходил в церковь, то мы заинтересовались. Потому что уже ребята начали идти, девушки пошли, друзья там беседовали. стали интересоваться, стали вызывать братьев, это, зетевьев, пытаясь, куда он ездит. А я ездил по святым местам, с кем он знаком. Ну, много было всяких. Так что мы заинтересовались органы и ворсполком, и горком партии, и все прочее. Власти вышестоящие. И это длилось почти два года. Так что четыре раза писали в газете, один раз говорили по радио, что такой молодой, посещают церковь, молятся и прочее. На производстве дали даже атеиста, чтобы он со мной проводил беседы. Я, конечно, сказал, что только в рабочее время, а так я даже нет, не согласен. И вот приходилось беседовать с атеистом четыре часа. После этой беседы он сказал, что с тобой беседовать бесполезно, тебе только один выход остается поступить в семинарию. Он мне первый дал мысль, что надо поступить в семинарию. Я говорю, у меня нет способности, я не смогу. Да нет, сможешь. И так видать Богу было угодно. Я поехал в Загорск, спросил, дали все необходимое для подготовки. И на следующий год борьба вся та же шла. Вызывали в грузполком, в горком партии, беседа шла. на уже у меня нурках были документы вызов. Я поступил в семинарию. Конечно, с трудностями учебы проходило, но и Господь призвал меня на свой путь. Я, конечно, видений не буду рассказывать, лишнее время отнимать. Их очень много таких было особенных. Могу даже одно рассказать. Вижу, что мать моя во сне приходит из магазина и приносит пальто. Я спрашиваю, ты где взяла такое пальто? Я купила его в магазине. Перевязано крестообразно. Развязали, раскрыли. Это пальто одел когда на себя, оно казалось длинное до пола. Черный материал и золотые блестки в нем. Широкие рукава, но выше кистей рук. Это пророческий Господь, видать, указал, что будет перемена жизнь, видать о священстве. Как говорится, из грязи до князя. Недостойна душа. Не знал, уже учился в третьем классе, то ли меня связ с брачными узами, или же в монастырь. И так случилось, что поехал я в Горьковскую область, есть такое село Пузо, там лежала болящая Евдокия 50 с лишним лет на одном боку, парализованная. И когда я зашел к ней, она сразу имя мое назвала пират в жизни и спрашивает, ну как у тебя дела, как учеба, говорит, слава Богу, так потихоньку, как мать жива, так у нее здоровье, да ничего, тоже жива. Ну как ты думаешь свою жизнь устроить, жениться или быть монахом? Я сказала, что как Бог благословит. Она улыбнулась, левой рукой перекрестилась и говорит, а Боже благословение тебе идти в монастырь. И действительно все случаи совпали так, что только в монастырь. И она сказала, что будешь в четвертом классе, уже будешь ермонахом. Это так и случилось. В четвертом классе я уже был ермонахом. С Божьей помощью закончил духовную академию. В стильных монастыря прожил 10 лет Сергею Лавры. А потом 4 года прожил Почайского. Сколько в семинарии учились? В семинарии 4 и в академии 4. Всего 8. А как когда кончают академию какие-то еще степени получают? Это за что? Это пишут импедиаторские труды. Не каждый? Там еще когда кончают академию пишут кандидатскую работу. Так что кто написал кандидатскую работу это все кандидаты богословия выходят. Про семинарии академии хотелось спросить. Вы как все это испытали на себе нужны они или нет? Для духовной жизни для труда на небе Божией столько времени потратить 10 лет отдали на них. Я скажу сам за себя что я умел до семинария страх Божий Каждому Слову Господнему относился со страхом с благовением но когда в семинарии всякие ребята есть они к священному писанию и вообще к церковному относились небрежно часто на уроках могли что-то сказать смешное мне это раздражало а потом постепенно с годами это приходит в привычку и вот уже сколько я с 75 года не учусь и еще не могу освободиться от этого хотя старался постоянно постоянно да ну работать над собой но на переменах всегда с молитвы иисусовой или кафе читаешь за страхом божиим и все равно остался отпечаток конечно хорошо если есть какой-то руководитель вне стен семинарии получить образование только с одной целью чтобы сохранить страх божий а начало премудрости это страх господен ну как раз это сколько я разговаривал до анекдота доходит был случай однажды был один выпуск в академию что один вышел даже верующий оттуда вроде бы все остатки убивает ничего не остается сколько раз я заезжал беседовал я приехал такой выхожу сейчас я сам не знаю на кого похож столько ненужных предметов столько вот этой толкотни все это входит только в обычаи одна форма кожура остается ядра уже фут забыли все этим тяготятся в семинаре особенно ненужные предметы которые можно было бы и здесь изучить вот конституция она тоже нужна да языки которые ему учат постоянно требуют а на все это нужно время и вот получается что буква мертвит а душ то животворит и так если продолжать учиться только посвящать все для науки то выйдешь оттуда духовно бедным Игнатий Баринфининов говорит что богословские науки надо постигать но все эти богословские науки надо оплодотворять молитвой если молиться не будешь а будешь только изучать эти науки то выйдешь оттуда скелетом духа не будет вот так тут окончили Игнатий рукоположили сколько вам лет было 30 лет экономически так соблюдено все но вы знаете что этот человек который будет теперь называться священником он должен быть за таком душ но там вы души должны понимать людские к чем они к вам приходят не только то что говорят но и видеть иное о себе много может наговорить а следователь потому он и следователь должен расследовать дело так это или нет не всякому слову уверить так вот у вас какой опыт был по психологическому анализу душ человеческих когда вы там семинарии были занимались предметами да и до поступления то вы и совсем не этим делом занимались когда об этом вы стали задумываться что вам нужно все-таки быть за таком душ человеческих в первых шагах семинарии я уже каждый день бегал в лавру монастырь на кафесты слушал проповеди служил в академии проповеди приходил часто на исповедь под Успенским собором смотрел там как исповедует как народ молится все присматривался спрашивал кое-что записывал до памяти а потом Бог так управил что стал духовником и вот семь лет был духовником в северной лавре и четыре года в качаюсь к лавре старался по совести по силам сколько мог остальное предоставлял Богу так и говоришь Господи что я не довершу ты сам доверши самое трудное послушание это исповедь потому что народ богословский не образован не знают большинство народ особенно молодежь была предоставлена сама себе и вот с такими людьми очень трудно бывает тут уже идет идет не исповедь а оглашение говоришь ему о Боге вот потому что они не знают Евангелие и потом только уже приводишь к его покаянию а порой народу много и пожилые ропщут что им надо посещаться а вот тут время занято а молодежь требует знания а священных книг мало так что надо людям помогать вот то что мы вас в этот момент когда исповедуете и в этот же момент впервые пришедшим даете оглашение ну какое это может быть оглашение вот человек пришел бы сейчас и за один урок дайте вы 45 минут ему не посвящаете меньше за полурока должен закончить академию ну это же смешно но познать кто такой Бог что такое моя душа как иметь страх Божий я должен стремиться на небо что он может сказать хотя вы будете семи пядей во лбу ведь явно что это ненормально а другой совсем этому не учит лишь бы скорее накрыть его и до свидания вот там то и дело что я смотрю многие духовники к ним подошел голый накрыл и отпустил с чем пришел с тем он ушел но что моих силах было хоть немножко минут 20 я потрачу но с тем расчетом что то есть то ведь кончится еще ко мне подойдешь и с тем расчетом что опять еще должны прийти в следующий раз и много особенно из молодежи начинали постоянно ходить когда с ними начинаешь вести беседу о Боге о душе о смерти о подостороннем мире молодежь интересуется но сами когда вы почувствовали призыв Божий не просто по научению а вот как обращают особенно внимание все пророки на это что будет такое время что и залью от духа моего то есть душа внезапно пробуждается вот была такая вроде бы шла своим путем вдруг Господь побудил душу внезапно у нее какой-то как эмоциональный взрыв вера мне была моим сознанием не было что Бога нет но был такой момент вот богообращения в 62 году когда я поехал по Чаевску Лавру переложился к преподобному Иову прикоснулся головой ножком и почувствовал такую благодать вот и такую радость что я отошел так эту благодать я чувствовал целую неделю и в это время пока я там был Господь дал такой поток слез и слезы были такие сладкие радостные никогда больше я в жизни не плакал как вот на горе по Чаевской это тоже перерождение если конечно многих может мигом сразу но у меня вот этот поток был всяких видений я конечно умалчиваю случаев масса было прям один за другим оба где доказательстве таких примеров жизненных ну для примера скажу однажды я приехал в Барнаул город оставался мне четыре дня до занятий думаю так в город Олецк съездить там немного знакомых посетить или же возвратиться в Москву четыре три дня ехать с поезда думаю самолетом я за пять часов там буду подошел к Касте спрашиваю билеты говорят нет другой Касте подошел также нет билетов пошел к диспетчеру начальнику и рассмечку с брони а полностью отказ думаю ладно отказ на земле есть но на небе нет отказа встал в сторонке от этих Каст далеко уже и просто сказал господи все люди едут не знаю по делам не по делам а мне вот надо съездить может кому-то надо пособор посповедоваться доброе дело сделать верю если тебе угодно то дай мне такую возможность и чудо было это ну 5-10 прошло может из кассы молодая девушка кстати мне к ней не подходил поднимается и мне смахает я подошел она говорит а у вас билет есть? я говорю нету а куда же вы едете? я говорю на Москву летите если вы из семинарии я вам дам билет я показался с академией и она значит набирает просит билет дать на 16 ей говорят нет она расснимите с брони у меня особый человек нет и все тогда подождите здесь закрыла кассу и ушла через 10 минут пришла добилась все равно билет я говорю что спобудила ко мне обратиться и дать мне билет она знаете мне подозрела такая мысль да вот вам надо помочь в чем-то я подозвала думаю вдруг это семинарист а я с мальчиком одним училась в школе он поступил в семинарии и мне мысль пришла такая думаю дай-ка сделаю доброе дело может быть и в семинарии но это я явно вижу что и таких вот случаев было много много о которых я уже сейчас не имею время мог бы рассказать это случай когда Господь явил вам свою милость но когда вот у вас было такое впервые состояние что вы поняли истина одна только на земле она в лице Иисуса Христа пришла и оповещена о ней в Святой Библии у вас как-то это Слово Божие нигде так не появилось в разговоре как вот бывает ну вот в личном моей жизни было когда я уже в 20 с лишним лет впервые увидел Слово Божие когда оно сделалось для вас Словом Божиим единственным источником это когда поступил в семинарию в ваших словах уже исчезли эти человеческие прибавутки и все эти рассказы все уйдет и вы все примеры будете черпать из Библии это вот когда уже поступил в семинарию то я старался каждое Слово Божие впитывать себя и я это чувствовал чувствовал в молитве со страхом Божиим и была такая молитва что я даже удивлялся от всех студентов вот отдельно чтобы только помолиться чтобы никто не видел и старался полношестого уже быть на братском молебне хотя подъем у нас семь часов без дела спевать этот Божий призыв тоже особый был а таких чрезвычайных как вот у сектантов бывает пятидесятников баптистов у меня не было но ревность была такая как вот у них не всем хотелось говорить о Боге еще даже в семинаре не был всем хотелось сказать что Бог есть вот это в душе такой был призыв это было было такое состояние когда учились в семинаре вы много видели что делается не так ну и присматриваясь другим батюшкам видели что все это корыстолюбием покрыто и столько неправды и отпевают безбожников и крестят один крик и рев кумовья все неверующие и вы примерялись это ваш хомут наденут на вас и поедет эта телега таким же боком как вы ее повезете а в слово боже смотрите все не так ни оглашения нету вокруг одни мертвецы вы как на кладбище будете в церкви один чужой и непонятый тем более как монах вы схемически уже внежизненно оторваны это в телеге должны больше времени пребывать тогда вам приходили такие мысли которые угнетали вас искали бы таких мыслей не было а когда такие мысли появились я же был в стенах монастыря а там у нас не крест только исповедует собор от крещения отошли остались иисподи но на исповеди вы слушаете то что как один батюшка новосибирский сказал народ пришел говорит из великого блуда и все это выисподи вот тайны читаешь там срамные считать думаешь глаза сквернять не хочется хотя сам знаешь такое же но каждый день все это выслушивая какое у вас отношение к людям и хотя знаете они уже только раскаялись и опять туда же возвращаются на ваших глазах вот вчера даже которые я уже знаю исповедовались и сегодня уже жалоба на них как будто исповедуются чтобы еще злее стать это те которые уже здесь у вас исповедовались уже такая жалоба но вы сами это чувствуете вы не чувствуете что как бы силы от вас отходят и не приходит ли вам как отчаянное состояние такое что в самом деле исповедую а толку никакого в этом нет народ не исправляется надо какой-то другой выход искать или все равно побеседовал разрешил а дальше приступайте к тому корыту оптинский амроси он говорил так когда я выхожу с исповеди прихожу с исповеди то я как выжатый лимон как половая тряпка я действительно доходил до такого состояния выжат чем был физически весь был утомленный не хватало сил особенно по ночам когда исповедовали народу много но мне радовало только одно когда особенно пожилые люди каялись в тяжелых смертных грехах они в них никогда не каялись вот для меня это была велика радость потому что человек хоть в последние дни своей жизни честердежно покаялся конечно когда молодежь идет кается и знаешь что после этого они опять падут то здесь начинается уже борьба наказать ну не будем не сможешь опять те же грехи и народ конечно был разный есть искренне люди чистой душой каются спасаются а есть просто сырой материал необработанный и с ними очень тяжело и порой бывает так что человек стоит навистывать из них только человек если 20 хорошо покается слава богу остальные сыроватые ну почему вот такая небрежное служение пастыре и такое безобразное состояние овец что ни с какой сектой нельзя сравнить там наблюдает ни пьянство ни единого нет на 2000 человек ни одного нет на 2000 человек табакура но даже близко нельзя сравнить с теми же бахтистами вы это прекрасно видите я это все видел и меня до глубины души возмущалось возмущало особенно когда еще в стенах монастыря то есть в стенах семинарий было и я старался при любой возможности когда проводил общие исповеди в храме в пропаде говорил я старался вот обязательно подчеркнуть чтобы народ никогда не злился не ругался жили в мире любви и постоянно приходилось об этом говорить чтобы в храме была полная тишина мы пришли не на базар должна служба проходить на высоте и что моих силах было я говорил проповедовал но за что пришлось страдать много за каждую проповедь приходилось отдуваться как вы считаете что то что у вас есть все таки такая грамота будь вы на месте обыкновенного человека ну допустим какой-то даже прораб инженер и то что могли бы делать приносить какую пользу и вот здесь сейчас вы находитесь исповедуете вот в основном у вас белые выставили исповедуете а не опять туда же все возвращаются там на мирской работе не больше ли вы пользы принесли бы и проповедовали в мире о Христе в простоте сердца живя богоугодной жизнью чем сейчас я думаю каждое свое призвание у вас призвание в миру народ приводить а мне в стены мастеря в которые народ приезжает каждый на своем месте где кого Господь призвал ну а как вот у них понять когда это слово призвал а может быть проверить может быть мы сами это на себя взяли или кто-то должен подтвердить или душа должна подсказать в монастыре у нас послушание было я избрал себе духовного отца избрал не сам а сказал Господи вот сейчас иду на исповедь кто мне первый попадет тот мой будет духовный отец исповедь уже шла вдруг с алтаря выходит духовник идет на исповедь и говорит вот он будет подошел исповедовался а годы через три он принял меня в духовные сыновья при постыке был моим духовным отцом Бог и правил так дал советы как поступать но правило которое наложено на монахов как они должны жить вести себя и вы знаете что Антоний Великий Макарий основоположники этого говорили сейчас это не исполняется монахам приходится бывать в мире если он монах там рядом девушки смотришь мы знаем она монахиня молодая вокруг нее колготятся молодые ребята и столько это соблазн так это неестественно просто страшно скажу того монашества какое было в первые времена сейчас нет сейчас монастырей очень мало и храмов в России мало так что в настоящее время монастыри стали большими приходами порой бывало меньше народа в храме приходском нежели в монастырях большой потоп народ туда едет и мы уже являемся как не монахами а обслуживаем народ совершаем службы богослужения и народ исповедан и молебны там бывают и панихидии то есть все требные богослужения приходят и столкнутся ну и все таки правило там большое или малый приход монастырей правило это были написаны для монахов чтобы даже они за пределы монастыря никуда не выходили не теряли свое что не считая там миссионеров но сейчас это не удается ни в женском ни в мужском но и со стороны это выглядит совсем не так как хотелось бы конечно вызвать уважение к монашеству а видишь один соблазн а не лучше ли было бы что все таки жили семейной жизнью как вот называют белое монашество и не было бы никакого соблазна ему шире доступ был бы там и женщины и девушки могли приходить у него жена никто бы его не подозревал а так он даже случайно окажется один на один с кем-то там век ничего не было а уже сразу все эти разговоры пошли идет а так как уже знаешь многие пали на наших глазах ну само сердце сжимается думаешь оно и этот тоже споткнется кроме позора опять ничего не останется и все время смотришь с опаской и с трепетом как у одного архиерея не успел уехать там то и монах и радиакон уже женились на харисах а теперь их церковь не пускает он начинает даже грозить следующий начинает просить владыки что на постриг благоставил он говорит надоело мне все это уже я уже боюсь этих монахов говорит потому что никакого монашества здесь нет одно зло раньше монастыри они были отрезаны от народа только молились еще раз повторяю что сейчас монастыри они уже стали большими приходами так что монаху приходится все те же исполнять требы как и сейчас исполнять каждый священник белое духовенство но я скажу так что все таки монастырь люди стремятся я не говорю о тех которые в миру принимают сан не знаю с какой целью а жить в монастыре они стремятся освободиться от пороков от страстей стремятся к чистоте к святости у кого как получается но все таки стремление есть это точнее сказать как бы из молока собираться сливки если об этих сливках будем говорить то есть о монахах которые стараются освободиться от грехов говорить о их немощах то что говорит тогда о воде все таки стены монастыря постоянные молитвы с утра до вечера они монаха удержат от многого я не говорю о сто процентов но большая половина живут благочестиво и свято и пока в миру в мире можно сказать есть монастыри будет христианство если не будет монастырей и не будет христианство надо Господь учитывает время обстоятельства условия но самое главное чтобы жить в чистоте для монаха самое основное это послушание целомудрие и нестижание чтобы его сердце не прилеплялось к земному ну и скажу на все ваше надо не забывать что и монах тоже человек и у него бывают немощи какие-то бывают может быть какие-то и грехопадения вот судя ему только Бог потому что даже Антоний Великий говорил если я увижу монаха на площади женщина будет согрешать и я его не осужу я накрою мантию потому что за мирским человеком охотится можно сказать один бес а за монахом их велико множество даже приводится такой пример из святых отцов как однажды в капище одному пришлось православному христианину видеть сатана сел на престоле и подзывал к себе бесов и спрашивал кто что сделал и вот подозвал одного беса что ты сделал он говорит я сделал войну между народами там сколько на это время потратил он говорит три дня бить много потратил и били его другого призывают а ты что сделал а я свадьба была я там так рассорил всех жениха невесту били и много там передрались переругались сколько потратил три дня бить его много время потратил это много каждый приходил и всех бить и вдруг одного беса похвалил спрашивает а ты что сделал он говорит я сегодняшнюю ночь изнизложил блуд монаха сколько сколько на это ты потратил время 40 лет снял с себя золотую корону и одел на него ты достоин чести ты великое дело совершил так что наша христианская обязанность никого никогда не осуждать бог призвал монахов пусть они живут конечно я не одобряю тех монахов которые вне монастыря принимают сан и особенно и постригаются особенно когда они не воспитаны еще в монашеском духе ведь монах тот который по душе монах а не монах в одежде если тот монах который не исполняет свое правило монашеское это как головня дымящая а не только дым идет монах должен соответствовать своему званию он не должен ругаться ни с кем не спорить не должен водку пить и прочее не допускать грязи должен быть по душе как дитя и притом благодать божия людей хранит и я думаю что монах забудет до скончания века ну а сейчас вот как вам видится что то положение которое в церкви я не встретил почти ни одного священнослужителя который сказал бы что все нормально и исправление даже за последние 10 лет мы видим никакого не произошло а только ухудшение что и власть отобрали у священников все старостам передали и священников нанимают на работу в любой день могут их рассчитать контракт с ними разорвать и все они рукополагаются неканонично тут по указке власти кого власть пропустит но ни одного пункта не виден где бы за 10 лет улучшилось а только ухудшается ну и легко вычеркнуть ту кривую которая куда ведет монашество останется ну слово останется так хоть один монах до второго пришествия останется и то монаш тоже в его лице осталось но состояние церкви какое сейчас мы должны как-то проверить и найти причины в чем дело конечно нельзя искать причины вне пастыря а пастыря бывает и белое и черное духовенство значит надо перебрать то и другое посмотреть почему они отдалились от народа в чем причина спасаются вроде бы они но народ в таком состоянии что как будто он никогда не слышал ни о Христе ни о Вечности ни о Слове Божьем это посетители но вы сами с ними работаете причащаете неужели вам по-человечески не стыдно такой позорный народ перед вами это ваши овцы ваши ученики вы же живые люди и все какое-то вот у вас такое посмотрю какая-то изнеженность такая как будто вы не видите что буря гудит везде нужны твердые матросские руки везде тут можно сказать так что видать Господь попускает злу произрасти когда вот на руке или на теле человека появляется фили то его врач сразу не вырезает он дает ему созреть а когда созреет тогда скальпелем вырезают его и прикладят рану мне кажется так Господь попускает злу в церкви произрасти тем расчетом чтобы потом уничтожить и очистить ее как это было 65 лет тому назад Господь очищал церковь от всякого мусора а те пастыри которые не проповедуют нет видать у них страха Божия нет огонька и за них я конечно не могу отвечать и их судить мне приходится так я вижу какой-то недостаток я ему не говорю в лицо потому что наживешь врага я если говорю в проповеди да затрагиваю и порой этих пастырей да потому что они слушают я если вижу что пастырь народ не споведует а только махает рукой над головой пропускает то мне приходилось народ объявлять так что дорогие братья и сестры да такой исповеди проповеди не было и никогда не будет исповедь такой нет если пастырь вас помиловал без исповеди допустил до причастия вы приняли в осуждение и свою совесть не успокаиваете придет такой момент когда душа ваша кажется в огне и ваш этот пастырь вместе с вами и вы скажете злой ты пастырь сам зашел и нас сюда завел так говорит Григорий Богослов таким вот моментом приходится объявлять но после этого ты наживешь врагов правда горят глаза вот вы учились столько лет в семинарии в академии но сейчас скажите перед тем как поступить в семинарии в академию и сейчас за эти годы сколько вы растрясли то много ли осталось от этого багажа у вас и много ли сгодилось вам при той работе с народом что вы имеете весь багаж я приобрел только на опыте на практике а то что там я получил оно осталось какая-то колея как правильно нужно жить а большинство таких языков и прочих таких ненужных наук они вытесняются опытом церкви как ненужные а вот этот опыт который вы называете опытом церкви почему пастори и я не знаю как вас лично не научает что-то были вы говорите такие перетрубации 65 лет назад дождать когда этот гнойник вроде бы уже спухнет да ведь уже все что вокруг вас есть и в церкви уже не тело а все превратилось в один сплошной чири там уже и резать нечего а только придать огню как будто гангреной покрылось смрад один это нам только кажется когда мы смотрим со вне а когда мы прикоснемся с душой человека тогда мы увидим по другому будем судить потому что видим вроде бы бабушки невоспитанные неграмотные и храм приходит разговаривать суетятся не надо забывать о том что все таки печать война наложила на них мужей поубивало остались детей воспитывать болезни скорби голод холод это тоже дало отпечаток и вот когда они приходят в церковь это для них единственное место утешения и вот здесь не надо никогда на них налетать ругать там потому что они не воспитаны церковно они не понимают не знают где и как когда ты их воспитал и они пришли ввиду все плохо тогда можно их поругать и можно даже что-то сделать выставить но они пришли в утешение найти умер они так и страдали и вот здесь приходится с любовью к ротусю обращаться с каждым из них и часть из них я скажу большая искренне каются со слезами много молятся добрый дел делают и ведут себя нравственно работают над собой есть конечно и много таких людей которые в прошлом жизнь была их запачкана много всяких грехов тяжких но и жизнь довела до такого до самоубийства пришли в церковь покаялись они изменили свой образ жизни и стали жить они уже по другому я не скажу чтобы они эти грехов делали нет они их не делают но ревность по Богу у них осталась и порой бывает когда молодой придет и начинает смеяться и разговаривать и мы видим что они начинают их выгонять так если бы узнать ее прошлую жизнь мы можем ее взыскать можем что-то ей там наговорить а пред Богом она может быть свята у нас была знакома такая Мария Ланки она бабушка мама она была допустим 35 лет православной она не только испытала на себе всю войну с ребятишками одна она была раскулачена 700 километров бежала только с звериными тропами с детьми чтобы не попасть с этими кордон обойти и вот она про себя всю биографию рассказывает и как Бог спасал и все это было и просила Бога но наступил момент когда встретилась она с одним из сексантов и он дал ей Евангелие и она внезапно понимала что она никакая не верующая ни одного не была и вот эта бабушка которая та же суетилась со свечами бегала на ней отпечаток войны это как будто оправдывало ее но прошло всего два года она чуть не попасть научилась уже читать стала понимать успокоилась сидит радуется вызывает Господу своими словами она поняла что Господь ее спаситель вместе с добрым дали ей зло здесь потом она по милости Божьей услышит и обратится к православию и православно и умрет но факт что это же самая бабушка ее не узнаешь какой она стала так зависит в конечном счете не от бабушки бабушка одна и та же была и условия не те же только разные научения разные пастыри и этот вопрос задают к тому что почему пастыри отделились от народа и почему они не учат как должно исповедовал ну мертвеца я со всех сторон буду с каждого дня скребать но он еще гниет и гниет поддерживаясь с двух сторон мертвеца сидит плечо убрал рухнул ну такое состояние этих бабушек не забывай о том что это было во все дни в истории церкви такие пастыри были есть и всегда будут но среди этих пастырев не забывайте что есть хорошие которые заботятся я думаю вы таких пастыров знаете знаю я таких что заботятся но это такая крошка что с ними вот так вот как мы с вами разговаривали можно поговорить отвести душу можно спокойно исповедовать не боясь что это будет где-то высказано или осмеяно душу раскрыть но это такие единицы что нам нужно за три тысячи верст чтобы сюда кто-то приезжал за четыре тысячи и чтобы мы могли насладиться этой встречи вот что говорил так это из тысячи может а на одного говорит уже Господь как особую милость простер что ли что он наконец раскрыл глаза этот пастырь и увидел что оказывается есть люди не только в монастыре я в миру я знаю такие ревнители они требуют чтобы пастыри были добрые хорошие и спрашивают почему да почему а надо вот сделать что если ты ревностный требуешь да иди скажи владыка посвяти меня вот один будешь да воспитай себе таких еще несколько ревнителей вот и церковь заполнится добрыми пастырями я думаю так надо не самому искать надо когда Господь призовет а так мы всех владыки придем да с дарами один сыпает другой способ скажешь вот владыка поставь меня а Бог призывает через пастыря может быть вам и предлагали мол не желаете ли быть священником пожалуйста мы можем я говорю предлагали но меня не устраивает то каким быть священником как попало совершать я не хочу будь как настоящий пастырь ну а такового как я сказал по настоящему владыка не принимает говорит ладно дал денег на дорогу езжай и трудись как ты трудился а тут уж я себе какого-нибудь найду а такого не надо потому что я ему буду мешать ничего а вот добрый пастырь они же не мешаются служат хотя и толкаются местными ничего куда бы ни толкнули везде народ везде Божья земля везде Господь помогает и благодать и не оставляет так что бояться не надо да призывают когда Господь то человек конечно должен отвечать на это но часто призывают просто человек и ты видишь что из этого получается и человека Господь призывает особенно когда говорит священник и архивей я знаю сейчас таких пастырей которые потрудились несколько лет кидали кидались место на место и приходится так готовы пойти на производство снова работать а там что Бог даст тут же абсолютно невозможно работать архивей заставляет их полупьяных крестить кто бы ни пришел производи крещение никого не отлучай ну что это такое когда сам его духовный отец тот который даже рукополагал его не поддерживает но пастыря вместо головы не берег капусты он должен знать кого крестить ну вот раз не стал тех крестить кого подсовывают а все жалуются архивею архивею я тебе запрещаю служение крести как все крестили не выдумывай никакого оглашения не было у вас и не производи и не надо я думаю что редко архивея так скажет а ведь на приходы каждый священник может свою пасту вести как положено и готовить все зависит лично от пастыря от его искренности его ревности и любви к народу мне вот как вот разговаривал уже знаю ни одного пастыря вот почему-то главная вина думаю пастыря то что они никогда не искали близости с Богом не имея духовного возрождения евангельского фундамента а по научению от родителей или подумал или сон видел и вот пришел и теперь ему эта работа ему в тягость вот вас кто-то покрестил там Пимен и вы это уже упоминаете а меня покрестили и бесплатно десятки сотни тысяч сектанты крестят и за 100 лет еще ни разу никто ни с кого не взял это вроде так это обычно так должно быть а у нас это уже из ряда вон выходящее одного покрестили оборваныш у которого денег то нет и тоже это такое диво что это за корыстолюбие такое везде и всюду это не диво а у нас денег не было вот диво вот я про это и говорю что денег нет на каждом